Приветствую, друзья! 12 января 1998 года 24 государства из 43 стран-членов Совета Европы подписали дополнительный протокол Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства, запрещающий клонирование человека. Проводились ли такие опыты на самом деле в секретных лабораториях, несмотря на запрет? Именно об этом сегодняшнее видео. Клонирование человека – это технология создания человеческого эмбриона и выращивания из него людей, чей генотип будет идентичен генотипу существующих сейчас или уже умерших индивидуумов. Необходимо только осознавать, что клон не может быть точной копией человека. При клонировании копируется только генотип, но не фенотип. Фенотип – это совокупность внешних и внутренних признаков организма, приобретаемых в результате индивидуального развития, сознания в том числе. Все помнят историю с овечкой Долли, которая родила трёх ягнят в 1999 году. А в 1996 году произошло событие, которое и заставило заговорить о возможном клонировании людей. В Рослинском институте в окрестностях Эдинбурга Ян Вилмут и Кэт Кэмпбелл в ходе эксперимента смогли клонировать первое млекопитающее – овцу. Генетическая информация для процесса клонирования была взята из взрослых дифференцированных клеток умершего к тому времени животного – овечку назвали Долли. Пресса объявила о её рождении только через 7 месяцев 22 февраля 1997 года. В дальнейшем в институте было клонировано ещё 4 овцы, что подтвердило эффективность технологии переноса ядра клетки с генетической информацией в половую клетку донор, из которой и развивается эмбрион. Итак, теоретически можно попробовать клонировать человека. Но возникает вопрос – зачем? Тем более, что, как мы уже отметили, точной кальки не получается. А к возможности копировать сознание современная наука даже близко не подошла. Наверное. Поэтому воспроизвести Пушкина, Толстого, Эйнштейна или Мерлин Монро при всём желании не выйдет. В головах отдельных фантастов и футурологов на этот счёт возникла идея о клонах как источниках донорских органов. Но эта идея тут же наткнулась на шквал критики. Она оказалась неприемлемой для общества с религиозных, этических, социально-нравственных и юридических позиций. Как результат, во многих странах мира возможное репродуктивное клонирование человека попало под запрет. Более того, идёт криминализация процесса. В уголовные кодексы этих стран включены статьи, карающие за попытку создать человеческую копию. Знаменитый британский биолог, лауреат Нобелевской премии Джон Гордон, чьи работы по клонированию шпорцевой лягушки в конце 50-х – начале 60-х годов XX века легли в основу современных методов трансплантации клеточных ядер, считает, что в ближайшие 50 лет человечество всё же станет свидетелем клонирования человека. Даже к методике искусственного оплодотворения относились с крайней подозрительностью, когда она была только создана, но после рождения в 1978 году Луизы Браун первого ребёнка в пробирке общество смогло принять технологию. Но возникает вопрос, а может быть человека уже тайно клонируют в лабораториях? И ответить на него поможет следующая информация. 6 августа 2018 года в британских СМИ пролетела следующая новость. В северкорейских лабораториях проводятся опыты по клонированию солдат, обладающих выдающимися способностями и беспрекословно выполняющими любые приказы, пишет Daily Star. По данным газеты, ссылающейся на разведку Ми-6, у истоков секретной программы клонирования, на которую уже потрачены миллиарды долларов, стоял Ким Ир Сен, дед нынешнего диктатора. Как сообщил собеседник издания, чокнутые северокорейские учёные уже получили опыт клонирования кошек, собак и лошадей. С человеческими эмбрионами они работают последние 10 лет. По словам другого источника, который якобы завербован ЦРУ, к настоящему времени северокорейским генетикам удалось даже клонировать человека. Впрочем, Ким Чен Ыны интересует не только пополнение армии суперсолдатами, он одержим идеей воссоздать своих умерших родственников, в том числе отца и деда, а если удастся, то и самого себя. В качестве сырья для этих ужасных экспериментов якобы много лет используются заключённые. В лабораториях также занимаются выращиванием человеческих тканей и отдельных органов. Северокорейский лидер уверен, что сможет жить вечно, создавая клона самого себя. В статье отмечается также, что работы в этой области ведутся и в Южной Корее. Вообще, эта сфера деятельности очень развита на Корейском полуострове. Так что не будет ничего удивительного в том, если мир в скором времени узнает об ошеломляющих достижениях северокорейских генетиков и не только. Но пока все работы по клонированию засекречены. Газета попыталась выяснить какие-либо подробности у представителя северокорейской депмиссии, однако тот предсказуемо отказался от комментария. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также ставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok